Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу про паршу картофеля, про виды парши и о том, как предотвратить это опасное заболевание. Наибольший урон парша наносит именно клубням картофеля. На них появляются различные вздутия, наросты, а при сильном поражении образуется корка, полностью покрывающая весь клубень. В итоге такие клубни плохо хранятся, а также ухудшаются их вкусовые качества. Урожайность при поражении паршой может снижаться до 30%. Выделяют 5 видов парши. Это парша обыкновенная, парша серебристая, бугорчатая, парашистая, а также парша черная. Наибольшую вредоносность приносят 3 вида парши. Это парша обыкновенная, парша черная и серебристая. О них сейчас я более подробно расскажу. Первый вид – это парша обыкновенная. При поражении этим заболеванием на клубнях появляются небольшие язвы, либо округлые пятна. Затем весь клубень начинает пробковеть. Урожайность, конечно же, снижается, и снижается товарное качество клубней. Заболеванию благоприятствует высокая температура, когда она поднимается выше 25 градусов тепла, а также засуха. Не следует забывать и про щелочные почвы, ведь именно на них такая парша прогрессирует, и клубни поражаются в крайней степени. Второй вид – это черная парша. Заболевание проявляется в виде появления на клубнях черных небольших пятнышек, а также ямчатой пятнистости. Затем глазки, ростки загнивают, и урожайность снижается в разы. Наибольшую вредоносность черная парша приносит в холодную и дождливую весну, особенно на тяжелых и глинистых почвах. Третий вид – это парша серебристая. Ее не спутаешь ни с чем. Сначала на клубнях появляются пятна серебристого цвета с металлическим отливом. Затем эти пятнышки разрастаются и могут покрывать всю поверхность клубня. Заболевание опасно тем, что при посадке зараженного материала снижается всхожесть клубней, появляются слабые изреженные всходы, и, конечно же, урожайность будет от такого посадочного материала очень низкой. Серебристая парша чаще всего проявляется на супесчаных и суглинистых почвах. А теперь разберем, как же предотвратить вот такое распространение паршой, чтобы ваши клубни не заболели. Конечно же, самое первое дело – это соблюдение севооборота. Если вы высаживаете картофель из года в год на одном месте, то, конечно же, у вас будет присутствовать и парша, и фитофтороз, и другие заболевания картофеля. Поэтому очень важно менять место посадки картофеля и использовать различные седеративные культуры. Лучше всего оздоравливают почву бобовые культуры. Это тот же горох, это может быть фасоль, это может быть белый клевер, либо однолетний люпин. Такие культуры не только оздоровят почву, но и насытят ее азотом. А при заделке в почву зеленой массы улучшат структуру почвы и сделают ее более рыхлой, легкой и воздухопроницаемой, что в конечном случае снизит распространение парши. Ведь парша чаще всего распространяется на тяжелых почвах. Также можно использовать и крестоцветные культуры. Это всем знакомые белая горчица, масечная редька, либо рапс. Они также хорошо оздоравливают почву. Ну и, конечно же, всеми любимая фацелия. Потому что фацелия не имеет никаких общих заболеваний с другими огородными культурами. И также хорошо структурирует, рыхлит и оздоравливает почву. Второй момент – это кислотность почвы. Парша чаще всего развивается на щелочных почвах. Поэтому, если у вас почвы были кислые и вы проводили известкование осенью, то в первый год на таком участке картофель лучше не выращивать. Скорее всего, он будет поражаться паршой. Также не следует забывать и о применении золы. Но при внесении золы не всегда возникают проблемы. Сейчас объясню. Многие огородники отказываются от использования золы при посадке картофеля. Однако, здесь не все так и плохо. Потому что зола вроде бы и как раскисляет почву. Но для раскисления нужен очень большой объем. Например, если вы единоразово внесли 500 грамм золы на метр квадратный для раскисления почвы, конечно же, щелочной баланс почвы меняется, она защелачивается и парша может появиться. Но если вы вносите золу небольшими дозами, например, по стакану 2 на квадратный метр, то, конечно, такая норма внесения существенно не повлияет на распространение парши. Поэтому смело добавляйте золу при посадке. Даже если будете вы добавлять в каждую луночку небольшую горстку золы, то существенным образом это не повлияет на развитие парши. В прошлом году, кстати, я провел эксперимент и вносил золу при посадке картофеля. И никакой парши у меня не было. Клубни были абсолютно чистыми. Но здесь весь секрет кроется в сорте. И сейчас расскажу более подробно. Если вы выращиваете у себя на участке старые сорта картофеля, а в основном они неустойчивы к парше, лучше заменить их на новые. Вот в прошлом году я выращивал сорт винета. И даже при чрезмерном внесении золы никаких признаков парши на нем не было. Этот сорт абсолютно устойчив к этому заболеванию. Клубни были ровные, чистые и здоровые. Поэтому, если вы хотите вырастить здоровый материал, то позаботьтесь о выборе новых сортов. Приобретите такие сорта в магазинах. Ведь сейчас широкий выбор различных устойчивых сортов, современных сортов, которые дают урожайность. Эти сорта устойчивы не только, например, к той же парше, но часто к фитофторозу, альтернариозу и другим заболеваниям. Кроме того, если вы выращиваете старые сорта из года в год, уже много лет, то клубни накапливают не только различные заболевания грибного характера, но могут накапливать и вирусные заболевания. И, конечно же, урожайность будет снижаться и заражаться весь посадочный материал. Поэтому раз в несколько лет я все же рекомендую менять семенной материал на оздоровленный, который продается в специализированных хозяйствах, либо в магазинах. Кроме Винеты, хорошей устойчивостью к парше обладают такие сорта, как Белороса, Джувела, Королева Анна и Мадейра. Вот эти сорта, мной лично проверены, они очень устойчивы к парше и не поражаются. Но бывает, случается так, что нет возможности у людей соблюдать все в оборот. Например, маленький участок, не получается заменить семенной материал, либо сорт картофеля очень нравится. Что же делать в этих случаях? Значит, есть специальные биопрепараты, которые помогают справиться с паршой. И в первую очередь это триходерма. Это почвенный гриб, который защищает растения от различных фитопатогенов и улучшает плодородие почвы. Так как триходерма выделяет антибиотические вещества, антибиотики, она справляется и с паршой. Поэтому перед посадкой клубни картофеля можно обрабатывать раствором триходермы. Берем 2 чайных ложки гранут триходермы, разводим с водой и равномерно с опрыскивателя обрабатываем клубни. И все, и высаживаем их в почву. В этом случае вредоносенность парши также будет снижаться. Но, конечно же, не только триходерма помогает справляться с паршой. Есть еще у нас и синая палочка. Но синой палочкой лучше работать по листу, когда уже появятся всходы картофеля. Синая палочка проникнет в растения, поселится в прикорневой зоне картофеля, и будет улучшать тем самым питание картофеля. Он будет лучше развиваться, а также будет защищать от различных фитопатогенов. Не только от парши, но, например, от того же фитофтороза. Поэтому, как появятся всходы примерно сантиметров 10, берем синую палочку. Это может быть фитоспорин, либо синая палочка из серии Профит. Разводим все это по инструкции и обрабатываем по листу. 2-3 обработочки за сезон, и картофель будет гораздо и гораздо лучше развиваться. Чтобы побороть паршу картофеля у себя на участке, нужно сделать комплекс мер. Это и заменить посадочный материал, это обработать клубни перед посадкой и соблюдать севоборот. И если придерживаться всех этих правил, то и урожай будет здоровым. Спасибо за внимание и до новых встреч!